Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Надав и Авим И вот Сразу после этого После их гибели Это в 10 главе Книги Вейкра Сказано так 12 стих И говорил Муше Аарону Возьмите хлебное подношение И говорил Муше Аарону И Лазару и Тамару Оставшимся Сыновьям Аарона То есть Это те два сына, которые остались У Аарона было у него четыре сына Два погибли Двое остались Само слово оставшееся У мудрецов вызывает Понимание Когда говорят о том, что осталось Когда В принципе у человека должно было все уйти Но вот Что-то осталось Именно это значение видят здесь Мудрецы Раши приводят Их объяснение Они остались То есть спаслись от смерти Вот из этих Из этих излишних слов Банава Нотарим Из оставшихся сыновей Мы делаем вывод Что Вполне могло было быть так Что погибли бы все сыновья Аарона Это было бы наказанием Ему Аарону За его участие В грехе Золотого Тельца И об этом сказано В дальнейшем И на Аарона Очень разгневался Бог Чтобы истребить его Само слово Истребление Истребление Оно Таково его простое значение Истребление Когда погибают все Это означает Что могли погибнуть все сыновья Аарона И только молитва Муше За Аарона Она и спасла Двух его сыновей Двое погибли В тот момент Когда сделали Один опрометчивый шаг С воскурением благовоний Но двое других Молитва Муше спасла Так вот этим самым Спасенным Сыновьям И их отцу Муше говорит Произошло то, что произошло Но Весь порядок Богослужения Он не должен остановиться Потому что Происходит сейчас Освящение храма И были принесены Жертвопоношения И Нужно в дальнейшем Закончить все это Что для этого нужно сделать Прежде всего там есть Хлебное предложение Минха Это надо съесть Таков закон Возьмите хлебное подношение Оставшиеся От жертв И ешьте их Ешьте мацой Ешьте мацой Имеется ввиду Что нужно его Нужно это приношение Нужно его спечь Так, чтобы оно Не вскисло Чтобы это не было Сбродившее тесто А чтобы это была мацца У жертвенника Поскольку оно Святое святых Это же Приношение Хлебное Оно кодышку Душим святая святых Поэтому нельзя есть его За пределами храма Можно есть его Только в самом Храме Раже подчеркиваю здесь Почему Моше Оговорил Что это необходимо делать Дело не только в том Что с точки зрения Эмоциональной Людям, которые потеряли Только что Своих Родных братьев Как корон Своих двух сыновей Достаточно трудно Продолжать Все богослужение Как будто бы Ничего не случилось Дело не только в этом Дело в том Что с точки зрения Закона Человек Который находится В состоянии Онен Оненут То есть Это состояние Между Тем моментом Когда у него Умер близкий Ему родственник И до того момента Как этого родственника Предают земле Хоронят В это время Человек вообще Освобожден От всех заповедей Он не обязан Исполнять Никаких заповедей Для некоторых людей Это серьезное испытание Это значит Есть без Без метилатия Даем Не говоря Беркатамазон Не произнося Брахот Все это Но таков закон Человек в этот момент Должен Сосредоточиться Исключительно На Необходимости Похоронить Своих Близких В этой ситуации Понятно Что Служба В храме Тоже Она не может Происходить И любой человек В состоянии Вот в этом состоянии Он инут То есть Между Кончиной Близкого Родственника И между Его похоронами Он безусловно Не может Есть Мясо Жертвенных Животных Такое Которое Он бы ел Если бы Ничего не случилось Но вам Поскольку Сегодня Особое Особое Событие Особое положение Особое состояние Праздник Освящения Храма Поэтому Праздник этот Ничем Не портим Вам это Нужно есть Что за Хлебное Приношение Было Говорит Раша Это было Хлебное Приношение Восьмого Дня Посвящения То есть С одной стороны Это Особые Жертвы Которые Были Принесены В честь Посвящения Храма И Также Хлебное Приношение Нахшона Поскольку С момента Освящения Храма Князья Народа Израиля Князья Колен Начали Приносить Каждый Из них По очереди Своё Жертвоприношение В самый Первый День Это был Нахшон Бен-Аминадав Который Принес Своё Приношение В нём Тоже Было Среди Всего Прочего Хлебное Приношение И вот Именно Об этих Двух Хлебных Приношениях Мужей Говорил Их Надо Есть Ешьте Его На святом Месте Потому Что Это Твоя Доля Он Обращает Корону И Доля Твоих Сыновей От Жертв Божьих Ибо Спросите А почему Это нужно Делать Ведь У нас Только Что Умерли Близкие Родствен Ибо Так Мне Поверено Ну Если Мужей Дает Такие Распоряжения Вроде Бы Все Должно Быть Исполнено Так Как Он И Сказал И Вот Здесь Появляется Происходит Неожиданное Дополнительное Событие И Про Козла Очистительной Жертвы Спросил Мужей То есть Среди Всех Жертв Поношений Здесь Должен Был Быть Еще Хатат То есть Очистительная Жертва Которая Должна Быть Принесена Которую Принесли Сыра Хатат То есть Козел Который Был Принесен Очистительную Жертву А что С ним Спросил Мужей Поинтересовался Его Съели Как Полагается Но Оказалось Что Нет Но Того Сожгли И Разгневался Он На Мара Оставшихся Сынов Аарона И Сказал Почему Вы не Ели Мясо Этой Очистительной Жертвы Святом Месте Ведь Она Святая Святых И Он Дал Вам Чтобы Искупить Вину Общины Пред Богом Ведь Ее Кровь Не Была Внесена Внутрь Святилища Вы Должны Были Есть Ее В Святилище Как Я Велел Почему Вы Сожгли И Говорил Аарон Муши Ведь Сегодня Принесли Очистительную Жертву И Вот Такое Случилось Со мной Если Я Ел Мясо Этой Жертвы Сегодня Было Бы Это Обгодно Богу И Выслушал Муши И Согласился Вот Такой Рассказ Что Конкретно Здесь Произошло Как Вообще Все Это Понять Самый Трагический Момент Когда Аарон Только Что Потерял Своих Двух Сыновей А Его Сыновья Двух Своих Братьев В этот Момент Муши Разгневался На Если Он Разгневался Наверное Они Что-то Неправильно Сделали Но Если Они Что-то Неправильно Сделали То Каким Образом Аарон Оправдался Он Всего Сказал Одну Фразу И Тут же Муши Согласился И Весь Гнев На Этому Закончился А Что Он Такого Сказал Что Была За Претензия В чем Был Ответ Прав Ли Было Аарон И Его Зыновья Что Они Не Съели Мясо Этой Жертвы А Зажгли Тужу Козла Или Неправ Если Он Был Прав Тогда Почему Муши Разгневался На Него Если Он Был Неправ То Каким Образом Он Так Просто Оправдался Всего Сказал Одну Фразу Которая Совершенно Непонятна Что В Этой Фразе Написано Ведь Сегодня Принесли Очистительную Жертву Конечно Принесли А Они И Разговорцы Ее Надо Было Съесть И Такое Случилось Случилось Мною Это Тоже Единственное Что Такое Случилось А Если Я Мясо Сегодня Было Было Угодно Богу Почему Нет Было Сказано Что Надо Все Продолжать Как Буду Ничего Не Случилось Комментаторы задают Еще один Дополнительный Вопрос Написано И Разгневался По поводу Гнева Мужей Написано И Разгневался Он На Элязара И Тамара Оставшихся Сынов И Орона По идее Надо Было Разгневаться На Орона Ведь Он Первосвященник Его Сыновья Только Простые Священники Которые Ему Помогают Есть Тот Кто Отвечает За Весь Процесс Службы В храме Почему Тогда Он Разгневался На Сыновей Раши Отвечает Здесь Цитирую Мудрецов Талмуда Из Уважения Коарону Обратился Не К Нему А К Сыновьям И Многие Видят Здесь Указание Правильного Подхода К Подобной Ситуации То Есть Иногда Гневного Окрика Заслуживает Какой-то Человек Но Из Уважения К Нему Вместо Того Чтобы Сделать Ему Замечание Делается Замечание Другим Людям А он Уже Сам Поймет Что Это Замечание Он Заслужил Но Это Менее Обидно Другого 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 Человека Другого 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 Каждый человек может его применить дома, когда он считает, что он должен высказать критику в адрес своей жены. Это само по себе достаточно спорно, нужно ли вообще высказывать критику в адрес жены или нет. Но если даже человек считает, что это необходимо, то лучше высказать эту критику в адрес своих детей, а жена уже сама поймет. Так отвечает Ража. Есть комментаторы, которые отвечают по-другому на этот вопрос, что здесь действительно гнев мужа был направлен прежде всего к его племянникам. Почему? Потому что сказано, уточняют, и разгневался он на Элазар и Тамара, оставшихся сынов Иорона, и сказал, почему вы, нет, извиняюсь, выше, и козла, и про козла очистительной жертве спросил Моше, но того сожгли. Не сказано, он был сожжен. В пассивной форме он был сожжен, он был сожжен. Это вещь, которая могла бы произойти и без моего конкретного вмешательства. Но когда написано, его сожгли, это значит, есть люди, которые его сожгли. Иными словами, это не просто было решение Иорона, что в данный момент не следует съесть мясо этой очистительной жертвой, а это сделали конкретно сыны Иорона, и Лазар, и Тамара. Они сами его сожгли, поэтому гнев мужа был обращен именно к ним. Ну, этот вопрос может стать решенным. Но первый вопрос, который задали, а именно, почему Моше так разгневался сейчас, в чем была причина, был ли Иорон прав или нет, и почему с такой легкостью Моше, каким образом, как так произошло, что Моше с такой легкостью успокоился, это все остается непонятно. Некоторые комментаторы связывают гнев Моше, то есть, какой гнев, эмоциональная реакция, эмоциональная реакция человека на то, что происходит что-то не так, как он хотел бы, не так, как он считает нужным, необходимым. Так вот, некоторые комментаторы, как Раби Моше, Алших, например, связывают вот этот вот вопрос о гневе Моше с предыдущим вопросом снова, а именно, почему именно он направлен против сыновей Аарона, Лазара и Тамара. Говорит, Алших, Моше разгневался на оставшихся, и Тора подчеркивает, на оставшихся сынов Аарона, оставшихся имеется в виду спасшихся о смерти. Они на самом деле тоже были, могли бы погибнуть, но их спасла его молитва, они остались в живых. Теперь следовало предупредить, пишет Алших, чтобы они не допустили в служению подобную ошибку, что и их братья. Ведь тот, кто обжегся на молоке, должен дуть и на воду, заканчивает Алших. То есть, поскольку только что все здесь связывается в клубок. Начали мы с вопроса, как так Аарон только что пережил такую страшную трагедию вместе с своими сыновьями, и сейчас на него еще и гневаться, на него, на его сыновей. Сыновья потеряли двух своих родных братьев, и сейчас же на них кричать, и почему на них, а не на Аарона. И все это связано вместе, говорит Алших. Моше боялся за них. Он понимал, что на самом деле и над ними колоссальная-колоссальная опасность. Опасность существует у сынов Аарона с того момента, как Аарон оказался увлеченный в грех золотого тельца. Два старших сына на Давы-Авиу погибли. Почему они погибли? Причиной, глубокой причиной того, их гибель, было участие отца в грехе золотого тельца. Но реализовалось, этот приговор реализовался в тот момент, когда они совершили нарушение в ходе храмовой службы. А с храмовой службы очень строго. Шаг влево, шаг вправо, и конвой стреляет без предупреждения. Поэтому сейчас в Моше, видя, что дело идет к тому, что два оставшихся брата тоже совершают ошибку, поэтому он так резко прореагировал. Поэтому он и кричал и на них, что вы делаете. Вы же тем самым подвергаете себя жуткой опасности. То есть его страх за них, его страх, что они тоже могут погибнуть, он и привел к такому взрыву гневу. Так пишет Алши. И у Анициба тоже мы находим подобное объяснение. Причина гнева Моше в страхе за то, что они, то есть Илазар и Тамар, тоже могут, не дай Бог, быть наказаны за небрежное отношение к храмовым святыням. Это причина. Есть ли здесь оправдание гнева? Нет. Продолжает Анициф. И для учителя нашего Моше это было бы более серьезным, чем нарушение какой-либо предписывающей заповеди. Ведь не следует предаваться гневу, пока не выяснено, в чем дело. Но в данном случае он был охвачен трепетом, страхом из-за нависшей угрозы. Перевести это на русский язык, то, что он говорит. Причина взрыва гнева нам понятна. Значит ли это, что этот гнев оправдан? Нет. Вообще наши мудрецы очень резко высказываются о проявлении гнева в человеке. Каждый, кто гневается, пусть будет в своих глазах подобным тому, кто служит идолом. Так говорит Талмуд, ни больше, ни меньше. Ведь здесь перед нами взрыв гнева самому великого человека, Муши. Оправдан ли он? Но Танецев нет, не оправдан. Понятен ли нам он? Да, конечно, понятен. Он исходит из того страха, из того ужаса, который его объял при виде того, что два последних сына Арона идут по стопам первых двух, которые только что погибли. А эти тоже делают ошибку. Может быть, не такую страшную, но все-таки тоже ошибку. А что-то может кончиться ужасно. Поэтому взрыв. Взрыв понятен. Но не оправдан. Итак, говорят мудрецы. Все фри. Бог, это один. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Муши Робейну дал волю своему негодованию. И по этой причине допустил ошибку. Вот здесь фри возвращает нас к первому вопросу, который мы задали. Кто был прав в этом споре между Муши и Ароном? А Арон ли допустил ошибку? Тогда непонятно, почему какой-то очень малозначущей фразой так быстро Арон сумел успокоить его. Или, может быть, ошибка была со стороны Муши. И поэтому, как только Арон указал ему на эту его ошибку, он тут же успокоился. Говорят наши мудрецы в сифре, что вот второй вариант, он есть правильный. Муши впал здесь в заблуждение. Он совершил ошибку. А как Муши мог совершить ошибку? Гнев. Как только впал в гнев, так и ошибся. Как разгневался, так и ошибся. Словами мудрецов. Балих лаль каас, балих лаль каут. Муши отдал волю своему негодованию и по этой-то причине допустил ошибку. Рабель Азар говорил, что Муши позволил себе разгневаться трижды и во всех трех случаях допустил ошибку. В трех местах Тора пишет это прямо, черным по белому, прямым текстом, что Муши разгневался. И если мы внимательно посмотрим каждый из этих трех отрывков, мы увидим, что Муши допускает ошибку. Сказано здесь у нас. И разгневался он на Эль-Азара и Тамара, оставшихся сыновей Аарона. И что же произошло далее? Он их вопрошает, почему вы не ели очистительную жертву на святом месте? И вот этот самый вопрос по пониманию Рабеля Азара и было его ошибкой. То есть он их обвинил, его обвинение было беспочвенным. И еще написано. И сказал им, слушайте же, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду. И что же произошло дальше? И поднял Муши руку и ударил по скале посохом два раза, что никак не следовало делать. И что имеется здесь в виду? В книге Бамидба рассказывается о том, как уже в последний год пребывания еврейского народа в пустыне оказались они в месте, где нет воды, возроптали. До сих пор водоснабжение в пустыне было как-то устроено. А именно был такой передвижной колодец, камень из которого источалась вода. И он всюду следовал за станом Израиля. Там, где еврейский народ становился лагерем, там очень быстро оказывался этот вот передвижной колодец, который называли Бейраш или Мирьям, колодец Мирьям, ибо существовал он в заслугу пророчицы Мирьяма. Мирьяма умерла. И колодец этот исчез. Еще раз было подтверждение того, что он существовал только за ее заслуги. Нет больше колодца. В Синайской пустыне находится около трех миллионов людей. Пить им нечего. И тогда Всевышний говорит Муше, возьми свой посох и отправься к камню и скажи этому камню, чтобы он дал воду, чтобы народ напился. Какому камню? На камне не написано, что вот этот камень имени пророчицы Мирьяма. Потому что Иерон смотрели, какой камень. Народ начал над ними потрунивать, издеваться. Что вы ищете, какой-то камень? Что там есть? Камень, в котором есть внутри спрятана цистерна с водой. Стукните уже по любому камню, и все. Что вы делаете? Не стукнуть нужно было, нужно было сказать. В конечном итоге Муше обратился к неверному камню. И сказал ему, чтобы тот дал воду. Аффекта никакого. Тогда он решил, а напряжение растет. Народ либо посмеивается над ним, либо издевается над ним, либо требует воды. И вот тогда он произнес эту фразу, когда он назвал еврейский народ Шимуна Амурин. Послушайте же вы, строптивые бунтовщики. Мне из этой ли скалы извлечь нам для вас воду? Что вы хотите, чтобы я бы из первой пропавшейся скалы извлекал вам воду? Он разгневался. И результатом была ошибка. А именно, то, что он перепутал и говорил с другим камнем, не с тем камнем, который служил в качестве передвижного колодца. Мой результат был ноль. Тогда Муше решил, очевидно, что он ошибся. Сделал еще одну ошибку. Вместо того, чтобы найти правильный камень и обратиться к нему лишь только со словами, вместо этого он взял свой посох и ударил по скале. Результат снова. Тогда он ударил во второй раз, и только тогда уже пошла вода. Но ошибка была фатальной. Это второй раз. Третий раз. И еще сказано. «И разгневался Муше на военачальников, что произошло дальше, и сказал Элязар, священник, воинам, ходившим на войну». Что имеется там в виду? Там, это 31 глава книги Бенгамид Бару, рассказывается о том, как еврейские воины вернулись после войны с меденитянами. Меденитян они разбили и взяли у них довольно большую добычу. И вот с этой добычей они возвращаются в свой лагерь. И вот тогда написано «И разгневался Муше на военачальников». Он увидел, что его приказ о том, как следует вести себя с меденитянами, военачальники, не выполнили. Разгневался он у них. А дальше сказано и, говорит, там ража на месте, от того, что Муше разгневался. Он впал в заблуждение. От него ускользнули предписания относительно каширования утвароязычников. Что там дальше сказано? Поскольку они принесли, поскольку воины принесли с собой добычу, среди добычи была различная утварь, в том числе и кухонная утварь, котлы, в которых варили пищу, ножи и так далее, то Элязар, сын Аарона, который к тому времени уже был первосвященником, то уже было время, когда Аарон уже умер, Элязар поспешил им сказать, что есть закон, не спешите пользоваться. Нельзя этой самой добычей, которую вы сейчас принесли, пользоваться нельзя. Что касается котлов и прочей посуды, ее нужно кашировать. Это целый процесс каширования посуды. Более того, даже после того, как вы ее кашируете, то есть сумеете вывести из нее вкус запрещенной пищи, и этого будет мало. Нужно будет еще окунуть ее в микфу, потому что переход посуды от не еврея к еврею требует еще дополнительного ее возвышения. Она должна быть погружена в воды микфы, своеобразный как бы гиур, который происходит посуда. Ну, понятно, что нужно было предупредить воинов об этом. Но странная вещь. При этом присутствуют еще и муше. А говоритель Азару в присутствии своего учителя муше и давать указания не гоже. И если есть необходимость дать указания логические о том, как следует себя вести, то должен сделать муше, учитель, а не ученик. Почему же тогда говорит об этом ученик? Потому что муше молчит. А почему он молчит? Говорит, Раши от него ускользнули предписания относительно каширования посуды. Забыл. Поэтому о них говорит и назад. Продолжает там Раши на месте, и подобно этому ты находишь восьмой день посвящения храма. Это как раз то, о чем мы сейчас говорим. И разгневался он на и Лазара, и Тамара. Разгневался. И впал в заблуждение. И также в случае, когда муше воскликнул, в случае с передвижным колодцем, слушайте же строптивые. И поднял муше руку и ударил по скале посохом и так далее. Так о самом великом человеке говорят наши мудрецы, что поскольку разгневался, неизбежны результаты этого, впал в заблуждение. Интересно, что в сифре сказано, что мы в трех случаях видим, что муше позволил себе разгневаться трижды и во всех трех случаях допустил ошибку. На самом деле, если посмотреть в сторону внимательно, и до этого есть еще дополнительные случаи, когда муше гневается. Но там мы не видим никаких ошибок. Первый раз, когда еще будучи совсем молодым человеком, воспитанным при дворе фараона в Египте, он выходит, чтобы посмотреть на своих братьев и видит, как надсмотрщик египтянин избивает еврея. Написано, что он посмотрел туда и сюда и убил надсмотрщика. Это первый раз. Второй раз, там же в Египте, когда он увидел, что два еврея ссорятся, поднимая руку друг на друга, и здесь он вмешался. Третий раз, когда он уже бежал из Египта и увидел, как пастухи отгоняют дочерей Итро от колодца. И снова он вмешался. Во всех этих случаях мы не видим, что он делает какие-то ошибки. С другой стороны, там и не написано, что он разгневался. Но явно он здесь действует, действует резко, действует, проявляя силу. Но нигде Торо не говорит, что он разгневался. В тех случаях, когда Торо говорит, что он разгневался, в этих случаях, причем во всех этих трех случаях, гнев мужей разгорается по отношению к людям, которые проявляют, с его точки зрения, нерадивость в исполнении заповедей, нерадивость в исполнении его указаний. Так это было и в нашем случае с Элизаром и Тамаром. Так это было в случае с командирами войска, которые вернулись, и мужей на них разгневался, потому что они не выполнили его приказов. Правда, в истории с колодцем там народ не проявляет нерадивость, но там проявляет другое, проявляет неверие. Они посмеиваются над ним, они издеваются над ним, проявляя тем самым неверие в то, что действительно сейчас произойдет, по слову Бога, это чудо, и скала отдаст воду, и из скалы пойдет поток воды. В этих случаях мужей гневается. И вот во всех этих случаях, каждый раз мудрецы говорят, получается ошибка. Мудрецы этой критики не скрывают. Хотя понятно, что здесь указывают все случаи, в которых мужей разгневавшись, да, волю своему гневу, и в результате была ошибка, но таких случаев всего три. Всего-то. Более того, признав свою ошибку, мужей тут же дает об этом знать. Он не скрывает свою ошибку. После этого сказано, и выслушал мужей, и согласился. Он не стал упорствовать, не стал объяснять, что это не совсем так, как ты говоришь. А тут же принял то, что сказал ему арон. Более того, Раши говорит, на месте там, что значит согласился, признал свою ошибку, и не постыдился сказать, и не сказал, и ничего такого не слышал. Или, может быть, да-да-да-да-да, конечно же, я бы это слышал, только забыл. По-жалу наоборот. Что в этой ситуации было бы лучше для мужей, для сохранения его чести, сказать, что такого указания он не получал, или сказать, что он здесь что-то перепутал и забыл. Проще было бы сказать, лучше было бы сказать, что он не получал подобных указаний, но это он так не сказал, и он признал свою ошибку прилюдно. В Медраше сказано, Муше распространил молву по всему лагерю, то есть по всему лагерю объявили, что я, принимая логическое решение, я ошибся, а Арон, мой брат, меня наставил. И Анецив объясняет этот Медраж, говорит, что вот это вот, то, что распространили об этом, пустили об этом слух, это было с целью научить мудрецов и того поколения, современников Муше, и будущих поколений тому, что и большой человек не должен стыдиться признавать свои ошибки. Ведь даже Муше, наш учитель и тот признал свою ошибку, а уж тем более все остальные. В чем здесь была ошибка? То, что была ошибка, говорят наши мудрецы, что ошибся здесь не Арон и его сыновья, а именно Муше. Но в чем конкретно была ошибка? Вы же мы обратили внимание на то, что Муше подчеркивает и говорил Муше Арону и Лазару и Тамару, оставшимся у того сыновьям, возьмите хлебное подношение, оставшиеся от жертв божьих, и ешьте его на святом месте, ибо так мне велено. То есть, можете возразить, что это неправильно, что человек, который находится в состоянии Анинут, человек, у которого только что умерли близкие родственники и их еще не похоронили даже, то ему нельзя есть мясо жертвенное, ни мясо жертв, ни хлебное подложение, ему это запрещено. Нет, 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 мне так велено. То есть, у меня есть указание, что сегодня верно, что с точки зрения закона всегда так правильно поступать не есть. Но сегодня особый день. Сегодня мне об этом велено. То есть, он Муше дал понятие Арону, что сегодня особый день. День праздника. День освящения храма. В этот день, несмотря на произошедшую трагедию, нужно себя вести, как будто бы ничего не произошло. Это видно и по предыдущим отрывкам, которые мы сегодня не упоминали. Там, где, например, сказано сыновьям Арону, что Всевышний запретил им соблюдать знаки траура по умершим братьям. Это тоже говорит о том, что праздник должен продолжиться. Продолжаем все, как будто бы ничего не случилось. Как бы это ни было трудно, психологически, эмоционально, но праздник должен продолжиться. Арон понял это следующим образом. В тот день были принесены самые различные жертвы. С одной стороны, это были специфические жертвы, которые принесли только в честь вот этого праздника Дня освящения храма. Но были и обычные жертвы, которые приносились всегда. Точнее, до сих пор еще не было жертвопношений, но которые будут приноситься. Среди прочего, этот день, говорят наши мудрецы, он был восьмой день, восьмой день посвящения. Но этот день был первое число месяца Несан. Новомесяч. В новомесяче приносятся специальные жертвы. Каждый раз, каждый новый месяц приносятся специальные жертвы. Одна из них это очистительная жертва Хатат. Так вот, так как понимала Арон, что вот это вот указание продолжать все, как будто бы ничего не случилось, то есть продолжать порядок жертвоприношения делать все, что необходимо с жертвоприношениями, как будто бы никто не умер, и как будто бы ничего не случилось, это относится именно к праздничным жертвоприношениям. Но это не относится к тем жертвам, которые были бы принесены, даже если бы сегодня не было никакого праздника. Среди них очистительная жертва новомесячья. Именно о ней поинтересовался Муши. Не о других очистительных жертвах, которые были праздничными. О них спора не было. Но что касается этой жертвы Муж считал, что распоряжение Которое он получил Продолжать праздник, как будто бы Ничего не случилось, касается всех жертв Абсолютно всего того, что происходит сегодня в храме Поэтому он потребовал, чтобы ему объяснили Что произошло с этой самой честительной жертвой Новомесячья Ему сказали, ее сожгли Почему? Потому что никто ее не может есть Как так никто не может есть? Сказано было, что все нужно продолжить Вот здесь вот Арон и объяснил ему Как там сказали? Ведь сегодня принесли очистительную жертву И такое случилось со мной И если бы я жил Если бы я ел мясо жертвы сегодня Было ли угодно это Богу? То есть если Ты получил указание по поводу Особых жертвопоношений праздничных То по поводу обычных ежедневных Жертвопоношений или ежемесячных Это не сказано Поэтому разве было бы угодно в глазах Богу Если бы мы в состоянии, а не нут Когда у нас умерли близкие Мы бы сейчас стали есть эту жертву Конечно нет И вот с этим муж и согласился Признал, что это было правильно Деталь мужей еще подумал Может быть здесь Может быть здесь была проблема другая Может быть проблема была в том, что Жертва была принесена уже В состоянии а не нут Что Арон возразил? Нет Сегодня принесли очистительную жертву Это не мои сыновья Это я приносил Я первосвященник Я могу приносить жертвы Даже будучи в состоянии а не нут У них это проблема Поэтому вопрос был только здесь Есть или не есть Может быть случилась тума Нет, этого тоже не случилось А в чем здесь было здесь дело? Только вот этот спор Значит спор между Муше и Аароном Сводился к одному довольно узкому вопросу Распространяется ли повеление, которое получил Муше Продолжать праздник на все жертвоприношения Или только на те, которые были специфически праздничны Но не на обычные ежедневные, ежемесячные приношения Вопрос Почему тогда Муше ошибся? Мы видим, что прав оказался Аарон А почему Муше тогда ошибся? Мейер Симка из Двинска в своем комментарии Мейший Хохме Объясняет это так Муше сказал «Вы ешьте жертвоприношения, потому что мне так повелено» А где это было ему повелено? Если мы просмотрим весь текст То прямого указания на то, что нужно продолжать праздник Именно в этом плане, что нужно продолжать есть Хлебные приношения и мясо жертв Нет Откуда же Муше взял, что так ему повелено? А говорит Мейший Хохме В предыдущем отрывке Там есть такой стих Когда В тот момент, когда погибли сыновья Аарона Муше говорит Аарону Вот произошло то, о чем мне говорил Всевышний То есть мне уже был намек, мне было сказано Что во время освящения храма Будут жертвы Только я думал Что это будет Либо я, либо ты Но оказалось, что это твои сыновья Получается Что с самого начала Представляя себе сценарий развития событий Муше знал, он получил от Всевышнего намек Что произойдет трагедия И что будут жертвы И эти жертвы будут в их семье В семье Аарона И несмотря на это Всевышний повелел принести жертвоприношение И есть их мясо И есть хлебное жертвоприношение Получается Что здесь был намек На то, что несмотря на то, что будет здесь трава Будет здесь анинут То есть состояние человека, у которого погибли близкие родственники До, с момента их гибели И до их погребения И несмотря на то, что в обычной ситуации Человек, находящийся в таком статусе Не должен есть жертвоприношение Ни мясо жертвенных животных Ни хлебное приношение Здесь тот самый факт, что Всевышний повелел об этих жертвоприношениях И дал намек Что будут здесь жертвы Это означает Отсюда можно было сделать простой вывод Стало быть Нужно будет есть мясо этих жертв Несмотря на анинут Несмотря на гибель людей И несмотря на состояние анинут В котором будут их родственники Мушея, сделав этот вывод Распределил его широко То, что это касается Всех жертвоприношений А Рон согласился с ним Но только В том, что касается В том, что касается Праздничных жертвоприношений Так объясняет Рабиэр Симбер Но такое объяснение На первый взгляд Приходит в противоречии С тем, что говорят мудрецы Что же получается? Получается, что Мушея ошибся Почему он ошибся? Потому что он слишком широко Интерпретировал намек Который ему Всевышний сказал Но ведь Рабиэль Азар В Сифре говорит не так Он говорит Бал Ихлаль Каас Бал Ихлаль Таут Из-за того, что разгневался Из-за этого И впал в заблуждение Ошибка была из-за гнева А из-за того, что объяснил нам Рабиэр Симбер Ошибка была не в этом Не из-за гнева-то была ошибка Наоборот Поскольку ошибся И посчитал, что Эль Азар и Тамар Повели себя неправильно Поэтому он и разгневался Ошибся и разгневался А мудрецы говорят не так Разгневался Поэтому и ошибся Как же так? Как же это понять? На самом деле уже В мидраши мудрецов Есть уже намек о том Что мы сейчас говорим Сказано в В одном из мидрашей Амара Бьюда Хана не бен Юда Я дурэ школь яма в каше Ак Падаши Гармалова Муше Летауд Так сказал Хананья бен Юда Как ужасен гнев Как жуткие его последствия Что если даже Такому великому человеку Как Муше Гнев причинил то Что он впал в заблуждение Так говорил Хананья бен Юда А хрэмь и тату После того как Хананья бен Юда Умер Продолжает Я позволю себе Сказать по другому Я позволю себе Возразить на то Что он сказал Из-за чего Муше Разгневался Из-за того что Ошибся Не так как Гавал Хананья Бен Юда Из-за того что Разгневался Из-за того что Как мы сейчас Объяснили По Миши Хохме Что была здесь Ошибка Ошибка привела К гневу Ну как можно Тогда еще Другой вопрос Почему он говорит Что после его смерти Я позволю себе Возражать А когда он был жив Ему нельзя было Возразить Как можно Все увязать вместе Как можно Как-то объяснить Понятно что Ситуация была Здесь непростая И достаточно Тонкая Добавим еще Одну деталь Даже если Предположить Что Сыновья Рона Были правы Что им Не следует Есть Мясо Этой жертве Ну если Это жертвы Жертвенные животные Которые никто Не может съесть То что с ним Нужно сделать Так он действительно Говорит Что его Что его Нужно сжечь Но Но В Талмуде Есть еще один Большой спор Сжигают ли Его немедленно В такой ситуации Когда некому Его есть Или же Ждут пока Мясо Испортится То есть Хорошее Еще свежее Мясо Жертвы Не сжигают А ждут Когда В отсутствии Холодильников На завтрашний день Мясо Уже испортится И вот тогда Его уже Сжигают Это спорный вопрос И Лазарва И Тамар Не входя В эти мелкие детали Сразу же Как только Они решили Что им Не подобает Есть это мясо Они сразу же Тут же его И сожгли Стоп Стоп А почему Сразу-то Сожгли Ведь вопрос Может быть Нужно было Оставить На завтра Да и Самый первый вопрос Правильно Его изжигать Может быть Наоборот Вам нужно Есть Они это Решили Сами Муж Ждал Даже если Им не следует Его Даже если Они правы Надо было бы Спросить у Муше А как быть Сразу сжигать Или Подождать до завтра И на этот вопрос Он бы им ответил Они этого не сделали Они сразу же Придя к своим выводам Сразу же Подействовали Не посоветовавшись Не спросив Сразу же сделали Вот это вот Взорвало Муше Почему не спросить Почему не посоветоваться Поэтому он на них разгневался И как только он разгневался Впал в заблуждение Если бы не разгневался Он понял бы Что по сути дела Они правы Конечно же Им нельзя есть Да Они не спросили Да Они не посоветовались Но по сути дела Они правы Есть им им нельзя Но поскольку Муж и разгневался А человек Когда гневается То Им Движут Эмоции А не движет Разум И когда человеком Движут эмоции Он безусловно Способен впасть В заблуждение И это то Что произошло здесь Он впал в заблуждение И забыл Что на самом деле Им не следует есть И стал спрашивать И стал требовать Почему Что произошло Почему сожгли И как только Арон напомнил ему Что на самом деле Верно Что Ты получил Указание Что следует Продолжать праздник Как будто бы Ничего не случилось Но это касается Только праздничных Жертв Это не касается Больше Ничего другого Как только Муж и Выслушал это Он тут же понял Что он ошибся И тут же Весь гнев Моментально Испарился И тут же он Признал свою ошибку Да действительно Верно Я забыл Гнев Страшная вещь От которой Нужно избавляться Всеми Всеми Возможными Способами Наши мудрецы Говорят Что человек Который Гневается Это все равно Что в нем Все равно Что он подчиняется Каким-то Чуждым силам Он служит Чуждому Богу Потому что Когда человек Действует В результате Гнева То разум Его Бездействует Его Как человек Его несет Он говорит Те вещи О которых Он потом Будет сожалеть Он способен Сделать Те вещи О которых Потом Будет стесняться И стыдиться Что он этого Сделал Потому что Он здесь Он собой не управляет Во время Неба Ему управляют Другие Он подчиняется Здесь чуждым Богам Чуждому Божеству Которое Ведет его За собой Делать Самые Ужасные Самые Глупые Вещи И Неподходящие Поэтому Среди Всех Наших Недостатков Которые У нас Есть Самые Первые Недостаток С которым Человек Должен Начать Бороться Это Именно Его Гнев Именно Гнев Ибо Человек Гневливый Человек Который Постоянно Действует Под Воздействием Гнева Под Воздействием Эмоциональной Реакции На то Что происходит Все Не так Как он Хотел бы Не так Как он Ожидал бы Такой Человек Он По сути Делал Не человек Ибо Его Человек Человек Он Человек Когда Им Руководит Разум Тогда Мы Видим Перед Нами Человек Но Когда Его Несет Это Совершенно Ужасно Поэтому Это Самая Первая Вещь Которую Человек Должен Постараться Себе Исправить Понятно Что Это Очень И Очень Трудно Тем Нербицероль Залантра Говорят Что Легче Выучить Весь Талмуд Чем Исправить Себе Хотя Одно Качество Но Заниматься Этим Вопросом Необходимо О том Как Это Делается Это Уже Отдельная Отдельная Тема В рамках Нашего урока Об этом Говорить Мы не можем Но по крайней мере Запомните Это Что Если Уже Даже Самый Великий Человек Мошир Абейну И тот Впал В заблуждение И тот Ошибся Из-за того Что впал Гнев Нам Это Должно Быть Уроком Насколько Необходимо Насколько Важно Попытаться Устранить Гнев Из нашей Жизни И попытаться Построить Жизнь Без Гнева Взбук 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 Взбук